Терминалы оплаты ОНАИ в общественном транспорте Алматы теперь должны заработать исправно и безотказно. Для контроля к водителям автобусов и троллейбусов представили электронных помощников. Они выстраивают маршрут, анализируют ситуацию на дорогах, следят за графиком передвижения, объявляют остановки, а также вычисляют зайцев с поддельными картами. Моя коллега Рамина Макаримова прокатилась по Алматы и узнала, что еще нового придумали авторы проекта. Терминалы оплаты ОНАИ в общественном транспорте теперь будут работать бесперебойно. В этом поможет так называемый помощник водителя, который позволит постоянно контролировать работу аппаратов. Устройство совмещает сразу несколько функций. С его помощью водитель может напрямую связаться с экстренными службами – ДЧС, полицией или неотложкой. Техника распознает поддельные проездные карты и отображает на мониторе ситуацию на городских дорогах. Еще система регулирует график движения и объявляет остановки на казахском и русском языках. Помощник-водитель уже установлен на 200 автобусах и каждую ночь количество увеличивается. Мы планируем полностью завершить монтаж помощника водителя до 10 декабря. Также мы закончили разработку технического задания и уже отдали в производство терминалы, которые будут карты единые транспортные выдавать, принимать, возвращать баланс и залоговую стоимость. Кроме того, для инвалидов первой и второй группы по зрению проезд в общественном транспорте сделают бесплатным. По просьбе казахского общества слепых будут изготовлены специальные карты с использованием шрифта Брайля. В Алматы сегодня проживает около тысячи слабовидящих горожан, которые готовят документы для получения проездных ОНАЙ. Сейчас ведется очень активная работа, люди проявляют активность. За два дня уже мы сейчас собрали около половины необходимых документов для того, чтобы передать управление транспорта и чтобы они заказали нам электронные карты. Специальные карточки слабовидящие горожане получат 11 января следующего года. В этот же день будет отменена оплата за проезд наличными. К слову, на сегодня продажи карточек ОНАЙ перевалили за 300 тысяч. Ожидается, что до конца 2015 года около 700 тысяч пассажиров обзаведутся простыми в обращении проездными картами.